Я коренной дончанин, и когда долго бывал на гастролях, и выходя из самолета, слыша запах уголька с терриконом, знаете, всегда он слышен, я его ощущаю, всегда плакал и хотел целовать эту землю. Практически во всех странах мира побывал, и с большими гастролями, и маленькими с гастролями. И всегда возвращался домой. И это было самым большим счастьем. Дома и стены греются. Я, Писарев Вадим, родился в городе Донецке. Сейчас являюсь художественным руководителем театра оперы и балета. Почетный гражданин города Донецка. Каждое утро артист балета перед уроком любит выпить чашечку кофе. И у нас классический урок каждое утро в 10 утра. Ну, сегодня у нас художественный совет в театре, урок, репетиции. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Все у нас нормально? Все хорошо? Так. Доброе утро, славянный ветер. Идем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, прежде всего, я должен сказать, подана кандидатура в общественный совет Министерства культуры России Вадим Яковлевич Писарев. Это по согласованию с нашим министерством, так что мы вас поздравляем. Ну, Евгений Вадимович, неожиданно очень. Так что это очень важно, и так, чтобы наши корни там все время употребились. Служу на благо театра. Теперь второй вопрос. По репетициям. Согласно графику, у нас все нормально? Я прошу внимательно, чтобы до пятницы, когда мы будем наши произведения репетировать на сцене, чтобы все записи были. Проверьте, пожалуйста. Вообще, я начинал свою деятельность такую творческую в Дворце Пионеров. Советская система, потом ансамбль Зорница, и потом хореографическая школа. Ну, и поступление в хореографическое училище. Это был 1975 год. Тоже Советский Союз. Доброе утро. Все. Даша, мы потом возьмем войну с тобой. Да, можешь сказать. Все, давай, разогревайся, хорошо. С 1983 года я здесь работаю. Прошел все партии кардибалета. Конечно, мне помогли конкурсы, которых я побеждал и получал золотые награды. И как-то я очень быстро взлетел. И благодаря тому, что была возможность танцевать здесь большие спектакли, я их готовил в Большом театре у Владимира Леонидовича Никона. Потом Вадим Николаевич Гуляев к нам приезжал с Мариинского. Тоже мы репетировали «Жизель», «Ведение розы» и «Дон Кихот». Ну, в общем, как-то с такими мастерами запомнилось мне на всю жизнь. Я отставила отпечаток. Сегодня я вот преподаю. Левое-левое на полупальчиках гран-пле и по шестой пор-де-бра. Вот это вот все время, да? Вот это делайте. Вот это, вот это. Оно воспитывает эластичность. И все, что воспитывает эластичность, очень хорошо. Что бы вы ни делали. И плееры левые. Раз, высокий полупальчик. Пяточка вперед, левая. Два. На полупальчики поднялись. Сегодня я стараюсь помочь и артисту балета, и артисту оркестра, и артисту хора, и солистам обязательно. И надо думать о школе. Когда из школы у вас, значит, будут кадры, это будущее театр. И несмотря на военные действия, я об этом думаю каждый день. Не случайно Донбасс в свое время провел 24 фестиваля звезды мирового балета. Они оказали огромнейшее влияние на развитие классического и современного балета в Донецке. Это стал, Донбасс стал центром хореографии. По деборе, тандю, пироет закончили. С четвертого. Ребята, ребята, колени, колени все время в стороны. Вот когда, Вика, как ты вот в начале урока, очень хорошо было. Вот сейчас ты должна сделать этот пироет. И она сделает, Сережа, в отличие от тебя. И тандю. Тандю. Раз. Колени в стороны. Молодец. Молодец, Вика. Я работаю в Донецком театре с 2017 года. За это время пришлось многое пережить и испытать на своем опыте. Но мы все равно здесь. Сейчас у нас театр работает в закрытом режиме, спектаклей нет. Но мы все равно готовимся. Мы ждем гастрольную деятельность. Конечно же, у нас у каждого есть и были возможности куда-то уехать. Но тяжело взять и бросить то, что ты накопил в себе. Какую-то духовную принадлежность к этому месту. И ты понимаешь в какой-то момент, что ты должен пройти это вместе со всеми. Плея. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот хорошо, Настя, да. Смотрите на Насю, делайте как Настя. Вот она правильно музыкально делает. Два. Я в Донецке родилась. В 13 лет я в Москву переехала учиться в Московскую государственную академию хореографии. И закончила ее в 2020 году. Я вернулась сюда и устроилась на работу. Но мне еще повезло. У меня мама в театре работала. Она тоже артистка балета. И с самого детства она меня приучала к этому искусству. Было невероятное количество премьер тогда в театрах. Была невероятная труппа. И в какой-то момент это просто вот в 14 году все развалилось. Все куда-то уехали и труппу собирали заново. И было невероятное счастье, что я стала частью этой труппы. И я думаю, что у меня есть возможность просто танцевать с этими людьми на сцене. Сейчас у нас основная работа – это новая постановка «Война и мир». Андрей Борисович Петров ставит вместе с Кремлевским дворцом. Давай возьмем вот это, меня сначала, вот с твоего монолога. Сергей Яковлевич, поставьте, пожалуйста, «Войну и мир». Музыку. Вот вы чувствуете, какая война? Вот это она, исполнительница, главное у нас рок судьбы Наполеона, война. А сейчас у нас, Валер, поставь стульчик с Наполеоном, небольшой дуэт. Ну, у нас Валера хоть и бурят, но он хороший Наполеон. Не только танкисты буряты хорошие, но и артисты. С пяточки, помнишь, Валер, с пяточки? С пяточки пошел. Приехал работать в этот театр в сентябре 22-го года. Это мой первый сезон в этом театре. Донецкий театр уникален для меня лично тем, что в условиях всей этой ситуации театр продолжает свою работу. Это наша обязанность поддерживать дух людей, народа. До этого, после выпуска, в 17-м году я поступил на службу в Бурятский государственный академический театр оперы и балета, где проработал пять лет, пять сезонов. Сейчас идет достаточно масштабная постановка. Это «Война и мир», где я играю из партий. Это «Николай Ростов». Так как мы работаем совместно с кремлевским балетом, у нас два состава на некоторые партии. И партия Наполеона я работаю вторым составом. «Николай Ростов» и «Наполеон». Сейчас мы работаем на репетициях, на сцене, в зале, но нету, так скажем, мы не отдаем свою энергетику зрителю и не получаем от них энергетики. И это очень тяжело, так как мы люди творческие. И когда видишь горящие глаза зрителей, аплодисменты, тем самым мы подпитываемся обратно их энергией. Тема сегодня «Война и мир». Это то, что было 200 лет назад, в 812 году. То есть сегодня одно и то же. Есть любовь, есть ревность, есть война, есть трагедии. И оно как-то очень сильно перекликается с Донбассом, с опаленым Донбассом, с нашим Донецком. И вот когда идут обстрелы или отлеты, прилеты, громыхают. А в зале звучит Шопен или Чайковский, или Шуберт. Понимаете, это дорогого стоит. И все артисты, они, конечно, настоящие герои. У нас 53 человека служили, были на передовой, причем на первой линии. Ну, например, вот Алексей Горобец, у нас дирижер. Он в работе. Сейчас он вообще этим очень дорожит. Очень дорожит. Побывав там, конечно, человек меняется. Театр попал уже несколько раз под обстрел. Он весь в осколках, весь израненный. Опаленный весь театр. Посечены осколками здания, жертвы. И наш театр понес жертву. Это случилось 4 августа. Это 4 августа для нас трагичный день. И который мы потеряли. Наших дорогих коллег. Галина Васильевна с ученицей погибла в 100 метрах от театра. То есть это наш педагог, на который мы все равнялись. И ученица Катя Утубаева тоже подавала такие огромные надежды. И красавица, и умненькая. Очень страшно. Даже на работу бывает страшно идти. Но театр – это надежда. Театр, если работает театр, значит город живет. Ведущая балерина. Она лауреат международного конкурса. Ведущая балерина нашего театра. Сейчас варятся из балета Дон Кихот. Конечно, у нас есть интеллигенция большая в Донецке, которые без театра жить не могут. Да и артисты соскучились, знаете, по зрителю, по сцене. Все-таки театр не может жить без премьер. Поэтому для нас очень важно сейчас в июне выпустить «Князь Игорь». Это полотно очень мощное. Это шедевр русской классики. Вообще он у нас уже готов. Мы никак не можем его выпустить. Поэтому, наверное, премьера будет или в Севастополе, или в Ростове. И я хотел бы, чтобы мы поднялись сейчас к художникам. Посмотрим, что они там делают. Вот это сейчас идет опять-таки постановки «Князь Игорь». Вот это, значит, храм православный. Такие спектакли может потянуть театр, который обладает своей инфраструктурой. Это и художники, это и бутафоры, это оркестр, это хор, это балет. Понимаете? Это пошивочный цех. То есть это государство в государство. Это театр. Самое важное – это сохранить. Репертуар классический, сохранить декорации, спектакли. В 2015 году шесть снарядов попало в декорационный цех. Сгорело сразу летучий голландец, Спартак сгорел, Кармен тоже и Дон Кихот. И когда смотришь на панцирь такой, этот железный Дон Кихота, пробитый осколком, как-то сердце кровью обливается. Ну, мы уже настолько адаптированы к этому, мы уже слышим, когда идут прилеты, и они приближаются. Мы тогда сразу все спускаемся организованно вниз в наше театральное бомбоубежище под сцену. Когда начинают бомбить, все очень организованно, и балет, и хор, и оркестр спускаются сюда вниз. Все очень организованно. Тут достаточно защиты, и вода здесь всегда стоит, и стулья, видите, тут многие ночевались здесь. Видите, и вот этот круг, это железнодорожное полотно. Вот эта круглая сцена, которая движется, вот с 40-го года ходит до сантиметра. Вот останавливается все, и ни разу не ремонтировалось. Колеса, вот видите, это от паровоза. Серьезная конструкция, если так разобраться. И всегда тепло. Вот недавно было, где-то вот две недели назад, все мы как рванули сюда. А потом все поднялись и продолжали рабочий день. Все стали более сплоченнее, очень сплоченнее. Отзываются моментально на любую беду. И в то же время, знаете, люди ценят тишину. У нас сейчас любят, когда идет дождь и туман. Вот сейчас я очень счастлив. И все жители Донецка. Поскольку идет дождь. Грады забуксовали в грязи. Обстрелов нет. Тишина. Для нас дождь – это счастье. Но я вот хочу вам показать, вот и зараненный наш театр. Ни одного целого окна нет. Вот это осколки разорвавшиеся РСЗО, Града. И также соседние дома страдали. Ни одного целого окна нет, видите. Силы дает приходить на работу, потому что мы верим в победу. Унынье нам не подходит. Мы на своем участке, тоже это наша передовая, и мы сражаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова